Друзья, всем большой привет! Вы смотрите канал Давай Запишем. Сегодня мы знакомимся с новинкой от компании Stenberg. Звуковой интерфейс UR816C. Полный вперёд! Итак, новая линейка была представлена в 2019 году и включает в себя модели UR22C, UR44C, UR22C Recording Pack, состоящий из карты, кучи аппаратного и программного обеспечения, а также конденсаторного микрофона и наушников, и старшую модель серии UR816C. Кстати, если зайдёте на официальный сайт Stenberg, то по состоянию на сегодняшний день никакой информации об этих новинках вы не увидите. Пока она передаётся эксклюзивно тому, ну кому надо, тому и передаётся. Чего уж тут скромничать. Итак, сразу стоит заметить, что все эти модели это не замена предыдущей серии интерфейсов, это расширение семейства UR более современными и продвинутыми девайсами. При этом старые модели будут продаваться, как и прежде. И учитывая, что отличия между картами достаточно не малые, а названия отличаются только дополнительной буквой C, будьте внимательны при поиске этих новинок в интернет-магазинах и других местах, чтобы не нарваться на недоразумения. Ну а теперь о том же, что было внесено нового в модели с литерой C. Первое, это шина USB 3.0, которая поддерживает самый распространённый базовый стандарт USB 3.1 первого поколения. Разумеется, разъём подключения сменился на USB-C. В комплекте с интерфейсами идёт кабель с USB-C на стандартный USB-разъём. При этом надо заметить, что в настройках этих карт есть возможность выбрать режим USB 2.0. И сделано это для того, чтобы владельцы не совсем новых компьютеров не имели никаких проблем с совместимостью. А ещё одним новшеством является то, что впервые для карт семейства UR можно выбирать режим работы с задержкой. Low Latency, Standard, Stable. Если у кого-то из вас не самый мощный компьютер, то выбирая режим Standard или Stable можно повысить стабильность за счёт небольшого увеличения внутреннего буфера. Вообще, что касается задержки, то замеры в режиме Low Latency показали весьма впечатляющие результаты. Всего 4,5 миллисекунды. Мы её никогда не услышим, и мешать работе такая мизерная величина никак не будет. Следующий момент, это наличие аппаратного ямаховского DSP даже у самой младшей модели UR22C. И кстати, если хотите подробнее узнать обо всех возможностях примочек и эффектов, которые там имеются, не поленитесь и посмотрите наш обзор на карточку UR44, где мой коллега Алексей ну очень подробно всё рассказывает и показывает. И не сомневайтесь, в моделях C будет всё то же самое. Продолжаю. Все свежие модели, как утверждают инженеры Стейнберг, начинены улучшенной электроникой и конвертерами ACP-CAP новых серий с поддержкой 32 бит 768 килогерц. Как следствие, качество оцифровки и воспроизведения обещает быть существенно лучше. Кроме того, в описаниях новых карт появились точные данные о динамическом диапазоне и других характеристиках. К примеру, вот так выглядят цифры по UR816C, которые тщательно перепроверили наши уважаемые коллеги из iXBT и дали заключение, что всё до последней цифры совпадает с реальными измерениями, за что им большое человеческое спасибо. Что касается младших моделей UR22C и UR44C, характеристики аналогичны, за исключением динамического диапазона, он несколько поскромнее. И также усилитель для наушников 44 и 816 модели существенно мощнее, 2 по 100 милливатт. Видимо, не устояли производители от напора любителей высокоомных наушников. Ну а UR22C имеет выход на наушники всего 2 по 15 милливатт. На секундочку вернусь к битам и килогерцам. Да, Стейнберг акцентирует на своих 32 битах, хотя разницы в качестве между 24 и 32 мы с вами вряд ли услышим. Но так или иначе, сами чипы конвертеров с поддержкой 32 бит всё-таки новее и должны быть интереснее по звуку. И за счёт того, что они имеют более широкую внутреннюю разрядность для работы цифровых фильтров, в целом имеют право считаться более качественными. Похожая история была с переходом с 96 на 192 кГц. Практической пользы было немного, но вместе с обновлённой частотой улучшились и все прочие технические характеристики аппаратуры. Вот примерно так. Ну а сейчас давайте поближе познакомимся с моделью UR816C. Она имеет восемь микрофонных предусилителей Yamaha Deep Pre, плюс имеет расширение на восемь дополнительных каналов через ADAT. Соединяя два таких экземпляра по оптике, можно использовать вдвое больше входов для записи и решать уже задачи более сложного уровня. Кстати, увеличить каналы возможно не только подключая именно такой же инструмент. Вот, к примеру, этот предусилитель от Audient также составит хорошую компанию 816 Стейнбергу и даст восемь дополнительных входов. Что касается синхронизации, то, как и у всей топовой студийной аппаратуры, она осуществляется через тактовый генератор WordClock. Если кто-то заметит, что в этих прелестях по расширению и синхронизации ничего особенного нет, то можно обратить внимание на тот момент, что данный набор функций плюс такой количество каналов по столь невысокой цене, менее 48 тысяч рублей, ещё никто из производителей не предлагал. Такие вещи стоили и стоят гораздо дороже. И здесь Стейнберг имеет все реальные шансы устроить не очень сладкую жизнь конкурентам. Что дальше? Первый и второй входы имеют Hi-Z, есть понижение уровня на первых четырёх, естественно, фантомное питание на все входы и управление громкостью всей восьмёркой. Ну и ещё выходов на наушники два со своими регуляторами громкости, кнопка приглушения общего сигнала и полный mute. Ну и последнее о разъёмах. MIDI присутствует, линейных выходов 8, выход общий, естественно, есть. Ну что, друзья, грех, наверное, одним из первых в стране держать в руках эту новинку и не испробовать её в натуре. Давайте протестим, хватит ли предусилителя для динамического Shure SM7B, который, как известно, очень прожорлив на децибелы, хватит ли мощи прокачать 250-омные наушники. И попробуем что-нибудь спеть и сыграть, дабы проанализировать её звучание. Я вижу небо, в нём тишина. Я поднимаюсь к небу, еле дыша. И вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить вниз головой, когда такое небо есть надо мной. И, кажется, звёзды можно обнять рукой. Я и не ведал, что этот мир такой. Боже, какой пустяк Сделать хоть раз что-нибудь не так Выкинуть хлам из дома И старых позвать друзей Но что-то всерьёз менять Не побоясь в мелочах потерять Свободно только небо над головой моей И что в итоге? Во-первых, хоть и отсутствует какая-либо информация по новым интерфейсам на официальном сайте, возможность скачать необходимое программное обеспечение там существует. Драйвер под старые версии UR никак не хотел дружить с этой картой. Далее. Заявленные в характеристиках 60 дБ на микрофонном предусилителе это правда. Шурик поёт без проблем. 250 Ом раскачиваются до совершенно нормального и комфортного уровня. 63, 55 и тем более 32 Ома приходилось делать значительно тише. То есть то, что с 35 милливатт на выходе на наушники моща была увеличена до 100, тоже является истиной. Ну а что касается звука, как всегда, ждём ваших наблюдений и комментариев. Пишите, спрашивайте, обсуждайте и оставайтесь с нами. Это канал Давай Запишем. У микрофона был Александр. До встречи! Разумеется, разъём подключения сменился на USB-C. Сейчас я найду... какую-то тут... Возможность скачать необходимое программное... А... Ну а сейчас давайте поближе познакомимся с моделью UR 816... Пишите, что это за сходом. Пишите, что это за сходом!